Политолог Леонид Коробешкин отметил, что в данный момент в отношениях коллекционных партнеров в правительстве, а это, как известно, реформисты и центристы, имеется энергетический нарыв. Что стоит за этим сильным выражением, мы решили выяснить у его автора, который сегодня стал гостем студии новостей Таллина. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, диагноз поставлен, нарыв, а что стало причиной этого диагноза? Очевидный воспалительный процесс, кризис в данном случае, который связан с неспособностью нашего правительства адекватно реагировать на те трудности, с которыми столкнулось население Эстонии, в связи с повышением цен на все виды энергоносителей фактически. Как вам сегодняшнее заявление, Кайя Калас? Ну, те меры, которые она предлагает, они не являются решением кризиса сегодняшнего дня. Это среднедолгосрочные меры, которые жителям Эстонии сегодня и завтра не помогут. Ну, вот в чем принципиальная разница в подходах двух политических ветвей, центристов и реформистов? Ну, она очевидна, эта разница. Формально, на словах, значит, реформисты предлагают помогать наиболее нуждающимся. Центристы считают, что в этой ситуации, когда нет времени разрабатывать вот таких адресных мер, нужно применить универсальный подход. Ну, и с моей точки зрения, действительно так, потому что, ну, даже если вот мы возьмем, проанализируем точку зрения реформистов, да, помочь самым бедным. Ну, во-первых, те критерии, которые реформисты предложили в нынешних мерах помощи, они все равно фактически предполагают более чем двукратное повышение стоимости электроэнергии для населения. Потому что в прошлом году, в первом полугодии, у нас средняя цена электроэнергии была чуть более 6 центов. Сейчас же предлагается компенсировать только 80% того, что сверх 12 центов за киловатт. То есть это в любом случае более чем двукратное повышение цен. Критерии нуждаемости тоже довольно-таки такой высокий. И многие семьи, которые, ну, может быть, на евро-два не дотянут до критерия этого, все равно останутся без этой помощи. И, наконец, высокая стоимость администрирования вот такой меры. А как вы оцениваете экстренную организацию подачи заявлений, которую создал Таллинн? Вот Каус говорит, что Таллинн недостаточно хорошо все это делает. Ну, фактически правительство умыло руки и передало ответственность по реализации вот придуманных ими решений на муниципальный уровень. И теперь они утверждают, что муниципалы работают плохо. В любом случае оценивать это еще рано, потому что подача заявлений только началась. Я думаю, что, конечно, все возможное будет сделано на муниципальном уровне, но исправить кривую схему эту фактически я не представляю как. Поэтому универсальный подход, то есть компенсация, один из вариантов, то, что предлагают центристы, половину всех счетов, может быть в пределах социальной нормы. Я считаю, вот этот подход, он все-таки будет более оптимальным, менее трудозатратным. И эта помощь гораздо быстрее дойдет до населения. Ну и ваш прогноз, ждет ли нас все-таки снижение цен после заявления Кая Калос и выдержит ли правительство этот кризис? Ну, на данный момент Эстония находится в энергетической зоне биржевой вместе с Латвией, с Литвой и Финляндией. Это те страны, у которых нет избыточного производства электроэнергии, это энергодефицитные страны. Взяться этому дешевой электроэнергии сейчас неоткуда, потому что газ дорогой тоже, те мощности, которые сейчас запустили литовцы, они чрезвычайно дорогие, они литовцами не модернизировались. Наша сланцевая энергетика тоже работает на полную мощность, но в отличие от ситуации еще десятилетней давности, наша энергетика уже не покрывает полностью наши пиковые потребности, которые возникают в зимний период, потому что ряд блоков были демонтированы. Поэтому никаких фактически мер сейчас на этом этапе уже принять по снижению цен невозможно. Единственный способ это компенсировать, тем более, что деньги в бюджете сейчас у Эстонии есть. И не только избиратель Центрической партии и других, но и избиратель реформистов все-таки ожидает какой-то серьезной, конкретной и быстрой помощи. Леонид, спасибо, успехов вам. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был политолог Леонид Коробешкин. Также хочется напомнить, что город уже пришел на помощь, решая сложнейшую задачу по приему ходатайств на частичную компенсацию затрат на энергоносители. И не забудьте заглянуть на страницу talent.ee, где детали подачи документов подробно разъясняются.